Премьер Мишустин уволил замглавы Минздрава Краевого на фоне скандала с диссертацией. Сообщество Диссернет заявило, что в работе экс-замминистра были заимствования. Позднее диссертационный совет рекомендовал лишить Краевого степени доктора наук той, как пишут липовые диссертации, и каковы могут быть последствия. Михаил Мишустин уволил замглавы Минздрава Сергея Краевого на фоне скандала с диссертацией. Распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов. Сообщество Диссернета заявило, что в работе экс-замминистра были заимствования. Позднее диссертационный совет рекомендовал решить Краевого степени доктора наук. О поддельных диссертациях и их последствиях Евгений Перечук. Распоряжение об увольнении теперь уже бывшего замминистра здравоохранения было подписано 2 марта. Указано, что оно состоялось по просьбе самого Сергея Краевого. Увольнение стало финальной точкой скандала с диссертацией замминистра. Полное название работы звучит так. Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе. Краевой защищал ее в 2012 году во Всероссийском научно-исследовательском институте ЖД Гигиены, еще до назначения на пост в Минздраве. Сообщество диссернет обнаружило в научной работе частые контекстные замены из трех источников. То есть некоторые предложения полностью повторялись, а заменялись только ключевые слова. Например, «Московское ЖД» вместо «Западно-Сибирской железной дороги» или «Минздрав соцразвития» вместо «Минздрава». Причем впервые о плагиате диссернет заявил еще в 2014 году, через два года после защиты Краевого. Сообщество жаловалось в Миноборнауке, но без особых результатов. Сразу возникает вопрос, почему диссертации проверяются на плагиат только спустя годы? Неужели нет никакой проверки до этапа защиты? Это не совсем так, говорит эксперт диссернета Иван Бобицкий. Это же все старые довольно диссертации. То есть сам инструментарий для проверки эффективный вошел в широкое употребление уже, насколько я помню, до 2013 года. Если это и было как-то, то, по крайней мере, совершенно не все это использовали. С другой стороны, проверять должен диссерционный совет, а диссерционный совет, в котором защищаются недобросовестные диссертации, и сами эти советы обычно не очень добросовестные. Совсем не для всех чиновников вообще лишение степени имеет негативное последствие для карьеры. Бату Хасиков, который был лишен степени, был назначен главой Калмыкии уже после того, что был лишен степени. Про того же Краевого, если бы, например, я не узнал сегодня, что Краевого уволили, я бы сильно подозревал, что, может быть, его спасут, что называется. Работу Краевого счел плагиатом не только диссернет, но и диссовет при Минздраве. В беседе с Бизнес-ФМ представитель совета Александр Линденбраттен объяснил, почему ранее, в 2012 году, диссертация не вызвала подозрений. По словам Линденбраттена, в работе Краевого все было ладно и складно, а системы антиплагиат в те годы не существовало. Плагиат в работе Краевого не единственный подобный случай на уровне министров. Вспоминается экс-министр культуры Владимир Мединский, в диссертациях которого находили чуть ли не целые страницы заимствований, или экс-министр связи Николай Никифоров. О его работе в диссернете говорили как о механической замене врачей, больниц и поликлиник на госуслуги, госучреждения и госчиновников. Впрочем, ни в том, ни в другом случае за скандалом увольнения не последовали. Мединский и вовсе стал помощником президента. Что же в случае с Краевым? Мнение руководителя политической экспертной группы Константина Калачева. Многие чиновники уличались в том, что их диссертация «Сплошной плагиат». К тому же написано, видимо, не сами. Но крупных скандалов по этому поводу не было. Да, Сергей Краевой стал, наверное, самым первым и самым ярким примером того, как можно использовать эротационный скандал для того, чтобы избавиться от человека. Сам Краевой не представлял в новом правительстве большой ценности. Очевидно совершенно, что в глазах общественности акции не шуственно подрастут. Отношение к диссертации у чиновников за последние годы существенно изменилось. Своеобразную черту между серьезной наукой и госслужбой три года назад провел Владимир Путин. Ему не понравилось, что некоторые члены администрации, Минобороны и ФСБ избрались в Академике РАН. По его словам, раз они такие крупные ученые, значит, их научная деятельность важнее, чем административная. Иными словами, надо выбирать, ученый ты или все же чиновник.